В округе стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2025». За победу будут бороться 15 воспитателей и 21 учитель. На церемонии открытия, которую провели в 27-й школе, побывали мои коллеги. Это традиционный праздник для системы образования всей Московской области и, конечно же, городского округа Люберцы. На сегодняшний день в системе образования у нас всего лишь навсего 23 образовательных комплекса, 23 юридических лица. И практически каждый комплекс выдвинул для участия в этом конкурсе своих наилучших педагогов. В течение месяца ровно столько продлится первый этап. 36 конкурсантам предстоит проявить творческий потенциал, коммуникативные способности, знания и умение работать с детьми. Та энергия и то вдохновение, которые дарят общение с учениками, они какие-то неиссякаемые. Ими хочется делиться. Их хватает на семью, на друзей, на самих учеников. И более того, я чувствую ценность и важность своего труда. Первое испытание – визитная карточка. Конкурсанты рассказывали о своих увлечениях и почему выбрали именно профессию педагога. Например, Владислав Каминцев связал со школой жизнь из-за любви к детям и желания передавать свои знания. А чувствую я, в первую очередь, наверное, ради обмена опытом. То есть у меня, как у молодого специалиста, свой взгляд на образование какой-то уже сформировался. И у моих коллег уже многолетний опыт, который в разных апостасиях они в рамках конкурса продемонстрируют. И в соревновательном формате это всегда лучше доходит. На самом деле, я узнал про конкурс вчера. Поэтому это вдвойне интересно. Для меня сегодняшний день действительно символичный. Я участвую в таком знаменательном, гордом конкурсе, таком значимом конкурсе. И это всё в мой день рождения. А участвую я для того, чтобы показать, насколько интересным может быть урок, насколько интересным может быть учитель. И для того, чтобы поделиться любовью со своими учениками. На протяжении всего конкурса оценивать профессиональные качества педагогов будут опытные эксперты. Среди них Валентина Сергеева. Победитель самого первого конкурса педагогического мастерства, проводимого в Люберцах. Я участник конкурса 91-го года. Курирую конкурс уже четверть века в районе у нас. И до сих пор это волнение, это переживание. Это за них, за конкурсантов, чтобы у них комфортно было на душе, чтобы у них хорошее впечатление осталось от конкурса. Первое, что я хочу пожелать, это, конечно, победы, удачи, не сдаваться. Потому что конкурс – это есть большая курсовая подготовка, которая не заменит никакими другими формами. По итогам первого этапа определят 10 финалистов. Они продолжат борьбу за звание «Воспитатель года» и «Учитель года». Имена победителей объявят в конце января. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.